Добрый день, друзья! Закончился первый соревновательный день в Тоблохе на лыжной многодневке Турдески и думаю надо подвести краткий итог двух проведенных разделок. Также посмотрим с каким багажом подошли спортсмены к двум сегодняшним гонкам преследования как раз учитывая результаты гонок с раздельного старта. Ну и взглянем на изменения в зачете тура. Проведенные разделки показали всю мощь мужской сборной России, которой нет равных на этой многодневке. И думаю, что норвежцы, выступая они в этом году в Тоблохе, тоже не смогли ничего бы сделать, отдав как и год назад весь подиум российской команде. Годом ранее, напомню, тройка призеров выглядела следующим образом. Устюгов, Якимушкин и Большунов. Учитывая, что на старт сегодняшнего пассюта спортсмены уйдут с гандикапом друг от друга полученным в разделке, могу представить себе каково будет представительство сборной России в первой десятке по итогам гонки. Любопытно, как себя поведет на своей коронной дистанции Александр Большунов, возможно, создав себе небольшой отрыв, он побережет свои силы для последнего третьего этапа в Вальде-Фьеме. А вот Алексей Червоткин, пометуя, что по итогам тура ему мало что светит вследствие трехминутного штрафа, будет преисполнен желание взойти на подиум в пассюте. Впрочем, как и все остальные наши лыжники, которых, напомню, в первой десятке сразу семеро. Преследователи Большунова, включая француза Мариса Манифека, разместились на старте в полуминутном интервале и нас ждет повторение вчерашнего чемпионата России по лыжным гонкам. Как говорят дубль 2. Однако давайте не будем забегать вперед и подождем начало гонки, которая состоится в 16.40 по Москве, в прямой трансляции на каналах Матч ТВ и Евроспорт. А вот у женщин ситуация очень интересная. Несмотря на блестящее вчерашнее выступление двух американок Джессики Диггинс и Рози Бреннон, сегодняшний пасют классикой, это далеко не их главный козырь, поэтому ярко выраженная классистка Юлия Ступак, которая будет отставать от Диггинс на 26 секунд, будет иметь все шансы даже на золото в этой гонке преследования. Юлия уйдет в гонку четвертой, перед ней помимо Диггинс будет очень опасная шведка Эба Андерсон и другая американка Рози Бреннон. Через пять секунд после Юлии в гонку уйдет сильная финка Кристо Пермикоски, а еще через пять секунд наша Татьяна Сорина. Именно эти шесть спортсменок и поведут борьбу за призовые места. Неудачница разделки Фрида Карлсон объяснила свое слабое выступление травмой ноги, полученной в отеле перед вчерашней гонкой. Спортсменка даже подумывает сняться с тура, если боль в ноге не утихнет. Женская гонка преследования начнется в 15.30 по Москве. Ну а теперь кратко про общий зачет тура. У мужчин отрыв Большунова от Артема Мальцева возрос до одной минуты 15 секунд. А вот удачное выступление в разделке вывело Спецова на третью строчку, он всего в трех секундах позади Мальцева. Так и не собирающийся отставать от наших парней Марис Манифика четвертый с полутораминутным отставанием от Большунова. 12 секунд французу проигрывает Иван Якимушкин. Именно эта пятерка, а также Евгений Белов, занимающий восьмое место с минутным отставанием от Якимушкина, поборется в итоге за призовую тройку по итогам всего тура. И у наших ребят есть все шансы забрать подиум. В следующем видео подведем итоги двух пассьютов и поговорим уже об общем зачете Кубка Мира, там тоже все очень интересно. На этом с вами прощаюсь, всего вам доброго и до новых встреч на моем канале. С уважением, Ренат.